Кто-то сказал, что продухи надо полторашками закрывать. Кто-то их опилом засыпает, кто-то чем-то засыпает. Не знаю, говорит, как раз входят, давайте проверим. Ни хера они не входят, эти полторашки. Че, это не серьезно. Болтается надо двухлитровую, наверное, а у нас двухлитровых нет. Она не входит. Ну, если ее утеплять, то... Тряпка, если... Да, обмотать ее можно, да? Тогда она и войдет. Не прокатила. Ну да, давайте меня обмотаем. У нас там этот, неси-ка, теплый, на крыльце лежит. Как он, с помбом? С помбом, сейчас мы с помбомом обмотаем. Видите, я из дома вынес, она сразу же сплюшнулась отца начала. Холодного воздуха набрать, что-то сплюшнулась. Сейчас мы здесь одну дыру закроем, а одну, наверное, оставим. С той стороны тоже потом сделаем. Что у тебя сложности, допустим? Ну, так я хотела два слоя, аккуратненько. Зачем? Так. Вот и все, почти. И все, нормально это считаешь? Надеем. Чтоб не выходило, надо сюда. Вот и все. С помбоном закрыли одну дыру. В принципе, если утеплить чем-то, то пойдет. Затем бонжур, друзья мои. Юлечка никогда не здороваться, ну ладно. Итак, у нас все замерзло. Как и обещали, во вторник начинаются морозы. Все, к нам пришла зима. Не знаю, как будем жить дальше. Вчера там ездили, еще последний раз в лес заехали. Вчера ветрища был, циклон, видать, менялся. Тоже сейчас туда вставлю. Пойдем до поселка прогуляемся. Мусор выкинем, чайку побьем. Пройдемся. Собаки. Цыц. Смотрим. Вчера был такой ветер, что заборы все уронил. У людей. Ураганный ветер. Забору церкви у нас поменяли. Еще на мусор сложили на внешнюю сторону, а не во внутреннюю. У себя там только хорошим пиломатериал оставили. Мусор что-то не убрали. Ах и божественные люди. Парандукс. Пришли в бар, а тут Сережа. Сережа, поздоровайся с пацанами, с девчонками. Холодно стало, все, он залез сюда, да? Как жизнь-то у тебя, Сережа? Сейчас пойдем, наверное, его. Накормим, а надо зубную щетку еще найти. В магазине мягкую, жесткую не люблю. Если есть, и Сережу зайдем покормим, если пойдет. Хотя он может сытненький. Сергей, есть и хочет. Чай сидим пьем. Он всегда хочет есть. Мне кажется. Сидим, пьем чай. И Сережа тоже. А как жизнь-то здесь? Кошачья. Все ли хорошо? Нормально ему здесь, да? Пригрелся. Сидит. Вот такой Сережа у нас есть. Он чайку сейчас побил. Пойдем дальше. Сегодня у нас дрова пили. Здорово, мужики. Сережа пошел на дело. Зубную щетку надо мне мягкую. У нас не продают угосредней жесткости. Что-то средней жесткости я не люблю. А мягкие опять хватает на месяц-полтора всего. Пойдем за одним Сережу покормим. Зима. Все, наверное, раскопом и завязываем. Хотя можно еще по лесам ездить, пока снега нету. Где трава стоит, там еще... Да там вообще не промерзает. Там зимой раскопает снег. Земля мягкая. В лесу. А на пашнях уже все. Все замерзло. Сегодня у нас последний урок был от теории. А там устройство машины, всякой ерунды. Потом остается у нас ПДД. Будет проходить только и вождение. Я уже 16 часов накатал. 16 или 15, не помню. 56 надо. Осталось чуть-чуть. Сережа сидит тут. Сейчас мы пройдем. В магазин зайдем. Посмотрим, что там есть. Сейчас мы возьмем сосисочек. Возьми-ка кормом в бар. Закинем задним. Цены у нас. Пока заводим. Килька 141 рубль ведро. Какое ведро, не знаю. Цены на колбасы. За штучку. Вот такую. Молоко сколько стоит? Литр 50 рублей. Здесь Богородская 57 рублей. Здесь 1,5 литра 81 рубль. Масло сливочное 85. Масло такое. Все цены просите. Не знаю, виноград, что у нас. Тайфун 106 рублей. Хлеб покажем, какой стоит. Колбаски с сыром не нужны. Ладно, сейчас что-нибудь купим. Масло еще сливочное, показательно. Колбаса. Сидит, ждет. Сидит, ждет. Взяли ему колбаса. Балычковская какая-то. Не знаю. Если сейчас Юлечка подержит камеру, я его накормлю. Иди поближе. Половину дадим, половину потом. Завязали. Мы сейчас, Сережа, тебе еще в баре оставим еды. Вот так-то, наверное, сытый. Да? Ну, не откажется он от того, да, сытый сытый. Нет, Марина, нормально он ест. Все спасает жирок на диму. Два подержи, как обычно. Какая она шуба хорошая стала. Все, Сережа у нас сытый и довольный. На. Положи в пакет, мы сейчас бар занесем и все. Эх, мы за щеткой забыли, это точно. Шлимово хозяйственное, еще магазин. Как обычно. Как скажешь. Как рыбалка. У нас хозяйственное магазин на втором этаже находится. Тут же. Комплект из четырех щеток. Ни слова по-русски нету. Если мой английский, меня не подводит. Уэйд. Уэйд. Мягкий. Я думаю, ему хватит, наверное, одного кусочка. Осторожнее. Ну, че ты наелся? Так у нас есть так-то? Че, пошли, еще ему дадим. Добавки. Сейчас посмотрим, может, там. Не, он все съел. Давай ему еще кусок тогда. Если у него клеят, вовсе у него поместится там. Поместится. Уэйд. Мягкий. Не, но слово по-русски. Придись вон. А, это табличку наклеили. Зубная щетка. Строгодности не ограничен. Производство Китай. Ну-ка. Я выкину, пойду пока. Давай. Сережа второй кусманчик. Заряжает сегодня. Нормально ему. Предлагают мне Ниву 3D. Значит, я думал, какое отношение на к 3D моделированию относится. Оказывается, три двери они взяли и придумали, что это 3D. Че только не придумали, чтобы это говно как-то... ...возвысить. Нет. Ниву я... Может, как второй автомобиль возьму для грязи когда-нибудь. Но как основной автомобиль, это, конечно, ужасный автомобиль. Особенно вот такие комплектации. С Chevrolet'ом по-чуть-чуть надежнее она. Я не рассматриваю эту Ниву. Не знаю почему. Не нравится она мне и все. Пароходимость, конечно, сомнительная. Там все понятно. В нее вложить там еще миллион рублей. Она поедет по грязи. Вон мы когда с пацанами пойдем, корм отдадим. Бурмагинские. Заезжали пару раз. Они там буксуют на своей Ниве. Я вокруг квадроцикла смеюсь, катаюсь. Где-то даже ролик там есть у меня. Еще остался. А там Нива у них тоже была немножко заряжена. Ну, без лебедки только. Там колеса большие были. Лифтованные. Все-таки проходимость сегодня не такая высокая, как это заявлено зрителями. Что-о-о. Не знаю. Такое ощущение, что просто люди грязи, наверное, хорошие не видали. Просто когда... Понятно, с Жигулей пересаживаешься на Ниву чувствуется. Но когда ты с квадроцикла пересаживаешься на внедорожник и понимаешь, что... Ну, не такая у нее проходимость. Как хотелось бы. И все. Клиренс. Вообще ни о чем. Я не знаю. Она в грязь упрется тут и все. Эта у него поднята, а тоже Нивка. Так. Жрет. Мама не горит, как самолет. Мощи мало. А я макадим. Потом мне... Отдали корм, Сережа. Тут уже предлагали по Джерико. Ну, там Аршай нашел. Говорит, давай, бери. 2014 год. Она стоит в Кирове. Полтора миллиона. Миллион четыреста где-то. Белого цвета. Не помнишь, Юль, сколько там намотано у нее? Ну, свеженький какой там такой. Не старый там. 2014 что ли? Год. Не помню точно. Поглядел я, поглядел. Налоги, во-первых. Потом жрет он, как лошадь. Да. Один плюс у него комфорт. Комфорт. Не знаю. Все-таки я... Наверное, возьму Рено Дастер. Двухлитровый. Бензиновый. На механике. Тележку к нему. И будем мы свой катастрофик таскать. Все я в паре смотрел автомобили. Но нет универсального автомобиля, чтобы он шел по грязи. И комфортный был. На дальники на нем было. Или надо чисто для грязи, там, для грязи мяса, для копа, лифтовать автомобиль, да, вкладывать в него. Это уже НИУ, например, там, вон, пацаны делают в Кирове есть. Мне накидали. Ну, в комментариях, что у нас есть конторы, которые занимаются лифтованием этим. Загоняешь, там, тысяч триста платишь сверху. И там блоки все поставят. И выгонишь. Все же я хочу, да. Вон Дастер стоит. На почту надо нам сегодня, между прочим, мне на сегодня было подлокотник отправить. Я напечатал, давно стоял он у меня напечатанный. А не снял с этого, со стола печатанного. Так и стоял на столе от горит. Сегодня начал запечатывать, уже договорились. И смотрю, у меня немножко подошву увело. Ну, видать, отклеилась одна сторона, так и напечаталась. Не косяк, конечно, но эстетический момент потерян. По подлокотнику, смотря, я обычно печатаю, сразу же, две. Вверх и вниз, вот так у меня ставится на стол. И за один прием у меня напечатываются оба этих подлокотника, да, чтобы, ну, видите, из двух частей состоит, чтобы не печатать, время не терять. Я делаю два. Здесь у меня от стола отошло, смотря, видимо, как угол загнуло. Когда печатал, вот так угол приподнялся. И я не обратил внимания и напечатал. А меня сегодня отправлять надо было, и я смотрю, ё-моё, угол-то закосячен. Разделил модельку. Сейчас один у меня, нижний подлокотник, печатается только. И все, поддержки потом убираются. Это поддержки вот сюда делаются. Вот эти, на эти штуки. Это у нас для Гаратов всех моделей. Гарри, кто-то для Квеста просит, надо посмотреть, что там за подлокотники. Тоже модельку сделать, напечатать. А так у меня вот уже лежит для Сафарика. Да, напечатан. Есть у меня подлокотник, это низ у меня для Эквинукса, терочки всех моделей. А тоже поддержки. Вот это поддержки, убираешь. Потому что свисающие углы не могут печататься, и их делаешь поддержки. Потом берешь их, раз, и убираются, и легко. И все, и уже остается подлокотник. Вот такой. Плотность я делаю. Сколько у меня тут? Я не понял, 60% заполнения за глазахвата от жесткости. Четыре стенки слоя. И то, думаю, и то много. Наверное, три на делать слоя на стенку. За глаза хватит. Вот такие дела. Так вот и печатаются у нас. Забыл рассказать. У меня по удаленке стоит наблюдение на видеокамеру. Соответственно, я могу посмотреть, когда напечаталась, когда не напечаталась. Сейчас я купил Wi-Fi-розетку. Где-то мне идет. И будет, как я увижу, что у меня напечаталось, по Wi-Fi буду отключать сам принтер. Вот так у меня реализовано. Все, я полностью умный дом делаю. Ну, и удобно уехал куда-нибудь по удаленке, посмотрел, отключил. Все, без питания. Снял. Сейчас нижнюю часть подлокотника перепечатаю, завтра отправлю. Напишу, что сегодня не успеваю и отправить завтра. И так что, так и так смотрел я. Есть хорошие, конечно, автомобили, но они все за 2,5 млн. И плюс у них обслуживание. Ё-моё. Не для нашего бедного кошелька. Пойдем в тот магазин, сейчас зайдем. Фиг знает. Мы, как бомжи, наверное, все-таки возьмем 10-тера. Где-то и по грунтовочке, и к реке подъехать можно будет. Чуть-чуть резину только позлее немножко поставить. Никак у Коли. И все. Я думаю, на мой век хватит. Все-таки я смотрю на новый автомобиль, не знаю, как по деньгам служится. Максимальную комплектацию взять там в пределе миллионов. И все. И ездить уже кайфовать. Три года отъездили, по трендвинду скинули, взяли что-нибудь другое. Ну, такие планы пока не знаю. Другой пока альтернативы я не вижу. Больше магазина сна. Нет. Верка, она зиму любит. Я не люблю такие у нас контрастности с ней. Я ей говорю, я буду выезжать на зиму на юга. Ты здесь будешь на лыжах кататься. Они соглашаются. Говорят, тебе же нравится. Все, мы купили фруктов. Взяли гранаты и яблок. Гранаты кислые почему-то еще. Вроде зрелые. Окислятина вчера ел, но нравится мне. Все, мы пошли. До дому. Редактор субтитров А.Семкин